Я из семьи рабочих. У меня отец работал на строительстве железной дороги, которая шла от Москомногорска до Риддера, это на Алтай. Мама тоже работала, лес плавляла, представляете, в горных, на горных реках, вот рабочие. И потом отец погиб, война началась, его взяли на фронт, и у нас в деревне было 89 дворов, всех забрали, и только один остался живой. Все погибли. И мы жили безотцовщина, по горам, еле-еле зиму доживали, потом как только оттаивали солнцепёхи, так называемый, это вот горная часть, часть горы, с которой обращена на юг. И там появлялся слезун, потом чеснок дикий, лук дикий, но особенно слезун, заячья, капуста. И мы туда бежали и все рыли, как зайцы, половина с землей, вечный народ был в земле. И так и жили, вот оттуда, с Алтаи. Потом я поехал на Братскую ГЭС, закончил 10 классов, работал на комсомольской путёвке, стал бригадиром там бетонщиков, оттуда в армию на Дальний Восток 3 года служил и поехал в Казгу поступил, в Казахский государственный университет, в факультет журналистики. Закончил и всё, стал работать. Вот так. Ну, политика для меня началась, очевидно, с казахстанской правды. Потому что это серьёзная большая газета, центральная газета Казахстана. Вот, я там был ответственным секторём. Я был сначала специальным корреспондентом, образительным. Потом меня сделали ответственным секторём. И когда ты живёшь в Национальной Республике, там очень важно быть политиком. Потому что надо варьировать, какие материалы ставить, как бы не столкнуть уйгуров с дунганами, дунган с казахами, казахов с русскими, русских с корейцами. Там вообще, это плавильный котёл Казахстан. И где-то нос разбил один раз, другой. А потом стал присматриваться, что это за политика. Это, я имею в виду, национальную политику. А потом уже, когда работал, там перешёл в правду. А в правде работа с обкором – это сплошная политика. Ведь, во-первых, ты, когда становишься собственным корреспондентом правды, вот я в Казахстане был, тебя утверждает секретаря ЦК КПСС. ТНР, которая секретаря ЦК КПСС, как и секретарь обкома. Приезжаешь сюда, в Кремль, тебя утверждают. Вот, и едешь, и ты, к тебе там отношение такое, не просто ты за мухрышкой бегаешь, собираешь какую-то информацию, а ты, как политик, ты едешь, и ты должен давать, если видишь в этом регионе своём, ну, у меня, в частности, в Казахстане, если видишь там непорядки, серьёзные, там, что-то, ты пишешь статьи, понятно, критические. А если эти статьи, ну, в статью не пойдёт этот материал, касаемый межнациональных, перейди бы в отношении там, ну, и каких-то ещё вещей, что, ну, нельзя это давать публично. Ты должен писать записку в ЦК КПСС, в секретарь. Ты должен был писать записку, и это знали там все партийные работники. Это ты, как был контролёр в этом, в регионе своём. Тебя побоялись до ужаса, конечно. Ну, конечно. Это была очень интересная работа. Это была политика. Потому что, если мы видели, что даже... А я был главным среди СОПКОРов, потому что «Правда», потом «Известия», «СОПКОР-Известия», «Комсомолка», «СОПКОР», «Социндустрия» была такая газета, помните, наверное, «Сельская жизнь», потом «Рабочая трибуна», там много было. Центральные газеты, и от всех были СОПКОРы. И мы, в общем, табунились там. Если в Казахстане, вот я был там, допустим, на Украине где-то, или в какой-то крупной области в том же, тут на той же Кубани, очевидно, если по России брать. Мы табунились. Так мы собирались, и мы видели, что, допустим, кто-то из чиновников, ну, совсем уже обнагрел. Вот. Его можно было брать. Тех, кого можно было брать документально, все прочее, мы писали материалы, их снимали. По моим материалам очень многие. Сняли и посадили в тюрьму. Но видно, если было, что человек погано ведет себя с товарищами там, с теми-то, с теми-то, за что из-за страны его не возьмешь. Мы просто садились договаривались. Сегодня я его прокатываю в правде. После меня комсомолка его катит. После комсомолки его катит. Известия. После известия еще. И тогда руководство видит, что все, он попал под снайперский огонь. Они лучше говорят, уберем его. Убирают его, снимают с работы. Вот так мы работали. Это политика. Но эта политика работала на общество, на людей. Потому что к нам обращались. Ведь тогда писали, допустим, обращались в суд. Не получалось. Писали в партийные органы. Не получалось. И тогда уже в последнюю очередь писали «Последняя надежда» газета центральная. К нам обращались. И если мы видели, что стоит этого материала, тогда я занимался по письмам. Очень много материалов делал. В 79-м году я работал в Казахстане. А потом меня предложили перевести в аппарат центральный. Афанасьев был электрограммологический главный редактор. Ну и потом я там очень сильно замутил все в Казахстане. У меня очень много материалов было критических по работе партийных комитетов, по работе этих хозяйственных органов и так далее. Они уже стали за мной охотиться. Я чувствовал, не чувствовал, а видел слежку за собой. Они письма перехватывали. Но это уже доложили помимо меня сюда в ЦК КПСС, что за мной идет за меня началась охота. Вот. И там сказали Афанасьеву и говорят, что или надо переводить в другой регион, вот, а чтобы парня не не шлепнули где-нибудь. Вот. Смотрите, лучше, наверное, перевести в Москву. Вы меня привели в Москву. И так я стал работать в Москве в 79-м году. все хорошо. Продолжение следует...